МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Репортаж заседания Рязанской городской думы смотрите в сегодняшнем эфире. Архитектурный облик исторического центра. Почему старинных фасадов становится все меньше? Биосферный заповедник достоин награды. В Горьковской библиотеке открылась выставка фоторабот, посвященная красотам Рязанского края. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня состоялось очередное пленарное заседание Рязанской городской думы. Особенно острым оно не получилось, но, пожалуй, все равно обсуждались довольно актуальные для жизни горожан вопросы. На очередном заседании Рязанской городской думы депутаты рассмотрели более двух с половиной десятков вопросов, в том числе назначение публичных слушаний по вопросу перевода участка земли рядом с парком Морской славы. Сейчас эта территория предназначается под жилую застройку, а фактически она прилегает к многоэтажным домам. Напомним, что по результатам проведенных публичных слушаний в парке Морской славы появится православный храм в честь равнопостольного святого Владимира и адмирала Федора Ушакова. Под эти нужды выделен небольшой участок. По мнению инициаторов строительства, церковь должна стать памятником российским морякам, а появление храма будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию жителей микрорайона. На публичных слушаниях представители городской администрации сообщали, что к парку Морской славы прибавится довольно значительный кусок земли, а общая территория этого сквера будет благоустроена. На ней появятся детская и спортплощадки, а также скамейки, урны и освещение. И вот теперь депутаты Рязанской городской думы проголосовали за то, чтобы парк Морской славы увеличился на почти полгектара. Дело в том, что мы не отступаем от своих обещаний и планомерно будем вести эту работу. Один из вопросов был как раз это уменьшение зеленых зон. Мы этого не допустили. Причем, когда вопрос изначально планировали, мы ставили задачу администрации города именно идти в этом направлении. Максимально ускорили эту работу. Уже в ближайшем будущем, как сообщил Андрей Кашаев, начнутся работы по благоустройству. И обещал от лица депутатского корпуса следить за ходом проведения этих работ. Также на заседании депутаты городской думы одобрили выделение 28 свободных участков земли для многодетных семей. Эти площадки располагаются в поселке Дягилево. При этом, как сообщил глава Рязани, к ним подведены необходимые для строительства домов и жизни в них коммуникации. Одной из важных проблем по-прежнему остается застройка центра Рязани. Буквально с каждым годом архитектурный облик меняется. Кто-то считает это, конечно, положительной тенденцией, кто-то отстаивает право сохранять фасады старинных зданий. В общем, как бы то ни было, но архитектурный облик подвергается сейчас сильной переделке. Исторический центр нашего города за последние десятилетия изменился до неузнаваемости. Резные деревянные домики исчезли с узких улочек. А громоздкие, нелепые бетонные многоэтажки выросли, казалось бы, в самых неожиданных местах. Это, в частности, касается Советского района. Ведь именно с него когда-то начиналась наша Рязань. Такая, какой мы ее видим сегодня. Только вот интересных зданий, на которых хотелось бы взгляд остановить, с каждым годом становится все меньше. Вы знаете, вот у меня такое чувство, что вот если взять любого из нас с парашютом выбросить в какой-то город сверху, в новый район, человек сразу не определит, в каком он городе находится. Даже пусть он, может, был там в десятке городов, но он сразу не определит, где он, пока не увидит какое-то старое знакомое ему здание. Это говорит о чем? Это говорит о том, что стерта индивидуальность. Это как в фильме «Иронии судьбы», да? Как шли там эти дома, нам маршировали по планете. Так и здесь. Ну, надо же учитывать наши узкие улицы и эти огромные дома. Вот этот вот дом-монстр, я зову его, это дом подгорной свободы. Стал этот огромный дом девятиэтажный, который все задавил, всю инфраструктуру, но не инфраструктуру, а микроклимат, который был вокруг него. Или огромное здание школы милиции на площади Ленина. Зять Брежневу тогда сказал быть тут зданию. Зданию разрушен весь, вот эта вот вся историческая картина площади Ленина. Ее теперь уже не восстановить никогда. И ведь некоторые, по всей видимости, наиболее интересные с точки зрения ведения бизнеса домики приводятся в нормальный вид. Их фасады на фоне железобетонных конструкций смотрятся наиболее выигрышно. Такую картину мы можем наблюдать, к примеру, на улицах Щедрина и Скморошинской. И это не может не радовать. Нужно сказать просто благодарность этим людям, которые так отреставрировали дом. Это вот просто питерский какой-то стиль. Это выдержана там гамма цветов, все. Что там внутри, я не знаю, но отреставрировано удивительно. И напротив, тоже дом, который сейчас ушел в епархию нашу, это был тоже дом одного из сыновей Петра Ананина. Вот. И в советские годы, в 40-е, 50-е, начало 60-х, там была аптека пятая. Вот. Конечно, дом был жилой, убогий такой, коммунальный дом. Сейчас там тоже реставрация сделана. Прекрасный внешний вид, замечательный. И, я хочу еще сказать, неплохо сделана реставрация дома Ажнина. Это по «Свободе-71». Это был удивительно резной дом. Такой же дом, но он сейчас, конечно, такой несчастненький. Это дом улицы Никольской, Павлова, дом 15, дом купцов Юкиных. Он стоит. Но он такой, конечно, уже несчастненький. Но ведь вместо того, чтобы сжигать и сносить старинные постройки, каждая из которых, на секундочку, имеет интереснейшую историю, и ставить на их места магазинчики с пивом, можно придумать им более интересное применение. Ведь наше городское руководство так трепетно относится к вопросу привлечения туристов. И все равно на каждый интерес есть свой противовес. И становится от этого как-то грустно. Сегодня в микрорайоне Дашково-Песочня появился новый и современный гипермаркет Европа. На открытие побывал и пообщался с первыми покупателями Оксаны Тебенихина. Жители Рязани с нетерпением ждали открытия нового гипермаркета Европа в Дашково-Песочне. И вот 19 февраля торговый центр открыл свои двери для посетителей. Микрорайон большой, он развивается, строится. И в данном случае создание такого большого магазина достаточно будет, надеемся, с приемлемыми ценами для людей среднего уровня достатка. Это очень важный шаг для того, чтобы люди могли выбирать. Я хочу выразить благодарность жителям Рязани, которые принимали участие в строительстве. Я благодарен тем людям, которые откликнулись на призывы работать у нас. Это все рязанцы. Открытие самого гипермаркета предшествовало благоустройство парка на улице Советской Армии за счет предпринимателя. В его создание и оснащение было вложено порядка 30 миллионов рублей. По мнению руководства региона, бизнес должен быть социально ответственным. И компания Европа является хорошим тому примером. Буквально сзади, за спиной у нас сквер имени Александрова, который благоустроили благодаря пожертвованиям компании Европа, которые дали бюджету порядка 30 миллионов рублей, по-моему. И за счет этих средств благоустроили сквер. Это и есть пример социализации бизнеса. Широкий ассортимент всегда свежей и качественной продукции. В том числе и от рязанских производителей. Именно это обеспечит доступные цены для покупателей. Здесь мы постарались сделать и хорошую европейскую отделку. И ценами на товар мы доказываем, что красиво – это не значит дорого. Красиво – это чтобы сделать приятное людям, которые придут сюда и приятно сделать хорошую покупку в приятной обстановке. На социально значимые товары наценка не превышает 10%. В большинстве стоимость она составляет 0%, 2%, 3%. И действительно, уже с первых минут пребывания в торговом центре покупатели смогли оценить все преимущества нового гипермаркета. Как вам вообще гипермаркет, нравится? Очень нравится. Я, во-первых, напротив живу. Мне это очень удобно. Очень удобно. И вообще оборудование, все красиво сделано. Все очень современно оборудовано. Спасибо большое. Цены должны быть нормальные. Мы это уверены. Мы в Курске были, мы знаем. Ну, посмотрели, цены приемлемые. Нормально. Магазин сам как, понравился? Конечно. Здесь же был пустырь. А теперь здесь вот благоустроенный, хороший магазин. Очень-очень-очень нравится. Магазин как в целом? Очень хороший. Понравился мне, очень понравился. Хорошие цены приемлемые. Все нормально. Пусть процветает. Этот магазин процветает. И радует нас. А мы будем ездить каждый день сюда. С группой Европа у нас в планах строительство еще одного торгового центра подобного в ДПР-7. Это новый микрорайон, который за дубовой рощей строится. И, естественно, в качестве социальной нагрузки они обязались выполнить благоустройство дубовой рощи. То есть сделают там бульварчик. Есть уже генплан. Есть уже нарисованная картинка. Гипермаркет Европы ждет своих посетителей по адресу улицы Советской Армии, дом 9А. Порадуйте себя приятными покупками. Ну а теперь к новостям, связанным с культурой. Сегодня любой желающий может полюбоваться красотами мещеры, посетив выставку художественных работ и фотографий, открывшуюся в стенах библиотеки имени Горького. Выставка, открывшаяся в стенах библиотеки имени Горького, приурочена к 80-летию Окского государственного природного биосферного заповедника. За долгие годы существования сотрудниками заповедника была проведена огромная работа, направленная не только на охрану природы и сохранение биоразнообразия, но и по восстановлению поголовья отдельных видов животных. За большой вклад в реализацию государственной политики в сфере охраны окружающей среды в связи с 80-летием, сенатор Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов передал коллективу заповедника благодарственное письмо от Валентины Матвиенко. Мы хотим, чтобы в Совете Федерации появилось чувство гордости за то, что этот заповедник не только сохранен, но он еще и развивается. В 1994 году Окскому заповеднику был присужден европейский диплом, подтверждающий, что его территория находится под покровительством Совета Европы. По словам сенатора, наш взнос в Совет – один из самых крупных среди 47 делегаций. И было бы неплохо, чтобы мы ощущали хоть какую-то отдачу. Когда мы хотим говорить о своих внешнеполитических приоритетах, нам закрывают рот и не дают слова. Когда участники очень большой зоосферной программы приезжают в Совет Европы, то им тоже говорят, что сейчас у нас в приоритете Болгария, Румыния, Польша, Литва, Латвия. И называют самых активных противников российской внешней политики в Европе, в том числе и на украинском управлении. Я хотел бы, и теперь знаю, что наша делегация в ПАСЭ должна активно работать именно по этому, по гуманитарному направлению. С тем, чтобы мы могли приехать в Рязань и сказать, биосферный заповедник Рязанской области включен в международную программу. И часть денег, которые мы вкладываем в Совет Европы, он придет сюда, и рязанцы ощутят как раз вот это величие нашего присутствия в Совете Европы. Именно в этом сенатор видит главную задачу следующей поездки в Страсбург. Конечно, если российская делегация будет туда допущена. На этом сегодняшний эфир программы «Время говорить» подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии будет председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. И речь в беседе пойдет о принятых депутатами решениях на сегодняшнем заседании. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин